Давайте поговорим просто о семье. Существует разное представление о семье. И исходя из этого разного представления, можно сказать, эти представления это уже модели семьи. Потому что у каждого человека есть представление о счастливой семье, о хорошей семье. Но это не значит, что эти представления всегда бывают правильными. Иногда человек просто рисует себе какую-то красивую картинку, особенно молодой человек. И ему кажется, что именно если он таким образом будет лепить свою семью, то это будет правильная, хорошая семья. Но человеческие представления о семье, они всегда очень умозрительны. То есть человеку так кажется, а жизнь, понимаете, она не всегда соответствует представлению. Потому что жизнь движется постоянно. Вот почему мы, когда озираемся назад, и всегда приходим к каким-то таким выводам, я думаю, правильным выводам, мы бы так вот сейчас не поступили, как мы поступали тогда. Это значит, что человеку свойственно расти. Если он растет, следовательно, в прошлом бывают какие-то незрелые поступки, очень амбициозные в основном, что-то кому-то доказать, кого-то удивить. Уже с возрастом человек не стремится никого удивлять, доказывать. Он просто хочет быть счастливым, самое главное. А вот эти все вот такие амбиции удивить и доказать, на них уходит огромное количество сил, времени. И в результате человек не тратит себя на что-то очень важное. Поэтому я хотел бы вот свою лекцию обозначить, как традиционные, консервативные. Присаживайтесь там, может быть, лавочки, посадь, пожалуйста, что ближе. Консервативные и либеральные ценности. Ну, консервативные и либеральные, это понятно. Эти ценности связаны всегда с традицией, с какой-то консервативной традицией. Это, скажем, может быть традиция мусульманская, может быть православные традиции. Традиция – это то, что постоянно передается из поколения в поколение. А есть либеральные ценности. Либеральные построены на таком гуманистическом представлении о жизни. А в чем, собственно, идея гуманизма? Идея гуманизма прежде всего в том, что человек является центром всех ценностей, всего вообще, то есть своими желаниями. Но это как раз противоречит тому, о чем мы часто говорим в духовной жизни. В молитве Отче наш мы просим, что это будет воля Твоя, Господи. А вот гуманизм, он говорит о том, что нужно исполнить свою волю, свое желание в первую очередь. Пойти на поводу своих чувств, своих мыслей. И вот это желание самовыразиться до конца и есть проявление свободы вот этой, либерализма. И следовательно, человек строит, проективует, вернее сказать, в начале свою либеральную семью на основе каких-то вот таких вот представлений своих. А что может строить, вернее сказать, проектировать человек, которому 18 лет? Что он может строить? Вернее сказать, спроектировать. Какую модель он может создать для того, чтобы потом в жизни ее реализовывать, эту модель? Понятное дело, что это будет путь проб и ошибок. Ну, конечно, путь любого человека, это путь проб и ошибок. Любого человека. Но человек, который очень самонадеянно и считает, что он все знает, он, конечно же, будет совершать ошибки там, где можно было их избежать. Это ошибки непростые, потому что они могут быть впоследствии очень разрушительными для отношений к семье. Поэтому можно выделить три категории вообще, три категории семьи. Первая категория семьи – авторитарные родители. Авторитарные родители. И, соответственно, такие, я бы сказал, жесткие дети в результате. Жесткие, раздражительные дети. Вот давайте рассмотрим эту первую категорию семьи – авторитарные родители. Родители достаточно с таким, я бы сказал, настойчивым упорством пытаются навязывать, может быть, даже они часто и говорят, что любовь, но это всегда навязывается так. Вы знаете, это такая тирания и геспотия любви в семье. И настолько вот навязчивые родители своими указаниями, замечаниями, они постоянно контролируют своих детей. Причем в мелочах, буквально нет доверия своим детям. вот все под таким вот я бы сказал, под прицелом родительского глаза. Под прицелом. И вот, понимаете, создается в ребенке ощущение, что его преследуют постоянно. И вот почему, когда они заканчивают школу и покидают родительский дом, то они там отрываются уже по полу. Они живут так, потому что у них есть ощущение, что родители сейчас увидят это. Понимаете? То есть там родители видели и они наказывали за это, а сейчас никто не видит, поэтому это можно. То есть наконец вот это мечта о том, чтобы реализовать себя, она осуществилась. вот есть другая крайность, другой, я бы сказал, тип семьи. Это снисходительные родители. И в результате такие, знаете, раздражительные, импульсивные дети. снисходительные это значит, что на все они как бы закрывают глаза, вот они маленькие дети, вот нельзя лишать их детства, все им позволяют. Но когда дети переходят в какую-то черту, то они начинают детей наказывать. Причем наказание бывает как правило каким-то таким, знаете, внезапным, ну что называется, срывается с цепи родителей. Как правило это связано с тем, дети нарушают покой этих родителей таких все позволяющих. И вот здесь как бы это самая основная ценность для родителей, чтобы они не трогали, как бы не нарушали покой родительской жизни. И когда дети получают эту порцию наказания от своих родителей, то они как бы с этого ничего не выносят, из этого наказания. У них складывается представление о том, что у родителей плохое настроение сейчас. Тогда было хорошее настроение, сейчас плохое настроение. И в этом, понимаете, страшная, я бы сказал, ошибка воспитания. Потому что дети должны именно вот осмысливать свои поступки. Конечно, вопрос осмысления это вопрос непростой, потому что этот вопрос связан с тем, что разные возрасты у детей. И, конечно, в каждом возрасте осмысление оно должно происходить по-разному. Но, вы знаете, мне вот приходилось много раз видеть таких детей, которые настолько умеют, несмотря даже на то, что они отрочество, даже детство, мне кажется, такие вот, ну а детство это до пяти лет. Вот ребенок, он знает, почему он так поступает, у него заложен смысл в мотивации его поступков. То есть, это не просто какая-то такая рефлексия детская, это не просто копирование своих родителей, ну, они-то копируют во всем родителям, и практически они не слышат то, что говорят им родители, в основном то, что делают родители, они как бы подражают, подражать им вообще период. Почему отрочество взять, отрочество? Отрак у нас имеет два значения, это возрастной период, так обозначается отрочество, и отрак это слуга, слуга, то есть, это вот отраки, вот когда говорится там где-то в священных текстах часто, вот отрак, то имеется в виду слуга. И вот слуга в нем должно быть именно в этом возрасте, в этом возрасте и есть у ребенка какое-то желание вот найти себе вот кумира какого-то, подражать от него, быть похожим. И вот если он найдет себе правильного кумира для подражания, то, конечно же, это будет для него хорошо. И вот мы подходим именно к третьему такому типу семьи, этот тип семьи называется авторитетный родитель. Не авторитарный, а именно авторитетный. Вот авторитетные родители, они являются как раз вот тем лучшим смысле этого слова кумиром для детей, образом для подражания. Вот они смотрят на своих родителей, и они хотят во всем быть похожими. Они готовы служить своим родителям, готовы исполнить волю их. Вот как, знаете, кумиры собирают там толпы там на стадионах, они готовы там, я не знаю, вот ради этих кумиров на все. Но это, скажем, такая негативная сторона подражания. Но есть и положительная, когда именно дети в отроческом возрасте стараются во всем быть похожими на своих родителей, авторитетные родители. Мне вспоминается Силан Афонский, он говорит, что когда уже достиг определенной святости, духовности и говорит, что я не достиг меры своего отца. Однажды, когда он еще был молодым человеком, это он говорит, когда он был монахом, уже зрелый монахом, старцем, и он говорит такие слова, я не достиг меры своего отца. однажды, когда Силан еще, как я уже сказал, был молодым человеком, он был таким видным парнем на деревню, красивым, здоровым, и первый раз и последний он согрешил гладским грехом. И когда он вернулся, было утром, отец сказал, сынок, у меня так этой ночью болело сердце, может быть, что-то случилось этой ночью. И он видел, что произошло, понимал, но говорит, он сделал это замечательное. Он настолько был проник любовью своему сыну. И там еще такой мне случай вспоминается, когда он как младший сын в семье должен был отнести еду. Это был Петров, кстати, пост Петропавловский. отец с братьями, с какими-то другими родственниками, они были на Синакосе. петропавловский. Может быть, я что-то хрутою сейчас, но там, потому что давно все-таки я читал этот петербург, но вот смысл в чем. да, по-моему, он принес не ту еду, он принес мясную какую-то еду. Несмотря на то, что отец был таким постящимся очень человеком, и прошло какое-то время, и он только спустя, говорит, двадцать или сколько лет, он мне сказал, говорит, ты знаешь, говорит, я тогда вот, когда ты принес мне эту еду, говорит, я вот ел ее как какую-то вот скотину, что-то вот такое вот, настолько вот было мне вот тяжело, вот, но он тогда ему не сказал об этом, он не стал ему расстраивать, и потом он сказал еще такие слова о своем отце, он говорит, я хотел бы иметь такого духовника, как мой отец, представляете, какое уважение, какая любовь к своему отцу, вот, это очень редко встречается в современной семье, вот, кто угодно может быть там авторитетом, это, чтобы так сохранить до конца, возможно, свою жизнь, такую же, я вспоминаю, привязанный к своему отцу, у митрополита Антония Медведчева, который рассказывает о своей жизни, вот, он очень руководствовался, так вот, глубоко советами своего отца, и когда мы вот говорим именно о традиционной семье, то мы в первую очередь говорим именно об авторитетных родителях, авторитетных родителей. Конечно, чтобы родители стали авторитетными, очень многое нужно сделать в жизни, очень многое. В первую очередь мы должны посмотреть на этот евангельский образ отца и сына, взаимоотношения с отца и сына Божьего. Вот помните, как сын говорил, я пришел для того, чтобы исполнить волю отца. Вот это, понимаете, жажда исполнить во всем волю отца. И для того, чтобы исполнял сын с такой жаждой волю отца, отец должен очень любить своего сына. Конечно, любить это не потворствовать греху. Всегда нужно остановить сына или дочь. Конечно, когда идет речь о воспитании сына, дочери, есть, конечно, свои особенности. Но что касается, вот если говорить сейчас о сыне, да и, собственно, когда идет речь о воспитании дочери в этом отношении, то отец всегда должен четко разграничивать для сознания своих детей, что есть хорошо, что есть плохо. Но вот эта иерархия ценностей, что есть хорошо, что есть плохо, она должна быть евангельской. Почему евангельской должна быть? потому что любая человеческая система ценностей, любая человеческая, ее можно перерасти к другому человеку. Можно как вырасти, знаете, как из одежки вырастают. А значит, что она несовершенна, она не дает человеку полной пищи, евангельская система ценностей, это настолько постижимая, в то же время непостижимая, потому что она вырастает за пределы этого мира. То есть, она не ограничивается только жизнью в этом мире. И отцу нужно говорить постоянно своим детям о евангельских ценностях, приводить какие-то прекрасные образы, приводить прекрасные евангельские образы. И вот я вспоминаю свои жизни, когда мне рассказывал отец какие-то сюжеты евангельские. и может быть я на тот момент и не понимал то, о чем он говорит, вот я сейчас так уже отмечаю себя, но они как-то оставались в моей детской памяти. И когда мне нужно было принимать какое-то решение, я все-таки вспоминал об этом. я помню какие-то простые такие вот беседы матери, она как-то вот смогла может быть вне привить страх. А страх Божий это начало прямогости. Вот помните кто как Писание говорит вырос без страха, воспитан без страха, тот всю жизнь проживет без стыда. Вот страх Божий он человека останавливает, он понимает, что жизнь не ограничивается простором именно вот этой земли, что жить нужно будет еще после смерти. И для того, чтобы Бог принял туда в обители свои, то для этого нужно Богоугодно жить. И должен быть какой-то страх именно поступить против Бога, чтобы не оскорбить Бога своими грехами. И вот как это донести до современного ребенка? Это для этого нужно обладать определенной методикой. То есть так вот нельзя сказать, что рассказать там что-то. Должна быть, конечно, какая-то методика. И нужно время найти для этого подходящее. Вот. Вот есть у Макаренко такие замечательные опыт наблюдения метод отстроченной беседы. Метод отстроченной беседы это когда знаете, вот иногда нужно промолчать. Особенно когда это касается каких-то нарушений детских. Вот что-то нарушил ребенок, сделал что-то плохо. И нужно ему сказать, мы с тобой поговорим попозже. Почему попозже? Вот ребенок все это время будет думать, он будет ждать от вас. И вот когда подойдет время для этого разговора ребенок будет уже совершенно готов к этому. Он настолько будет переживать, что ему много говорить не нужно будет, потому что он уже себя и наказал. То есть не должно быть вот этой знаете, такой рефлексии эмоциональной сразу. А потом пусть думает ребенок. говорят же, что утро вечера внутренние, да? Это значит, что к вечеру человек уже ослабевает в своем эмоциональном таком настроении, знаете, он так может поступить и раздражительно. А когда он утром проснется, у него другое, понимаете, чувство. И знаете, сколько вот внутри человека, если что-то важное такое произошло, вот человек даже ночью, понимаете, где-то он, как говорит на описании, что «а сплю, а сердце мое где-то». Какие-то процессы происходят внутри человека. И вот оно, понимаете, как в осадочек уходит, то есть нет вот этой смутности представления. Как-то вот утром всегда человек на свежую голову решает правильное поступление. Ну, при условии, что он желает вообще правильное поступление. бывает, что человек, знаете, такой упорный, вот как я сказал, авторитарные родители, да? Или, опять-таки, снисходительные родители. То есть и то, и другое крайность. Поэтому, когда мы говорим о семье, то мы говорим о четкой системе, о четкой методике, вот метод, это путь приводит к греческому грязь. Вы знаете, это значит, что вот воспитание, оно должно иметь вот такой вот четкий путь со столбиками, знаете, как с указателями. человек вышел на дорогу, он знает, сколько километров до населенного полка. А в лесу вот дремучий, не знает, куда человек идти. Он постоянно попадает в какие-то ситуации, в какого-то заблуждения. Так вот, когда мы говорим о методе, о системе, вот что такое, я бы сказал, приоритетное, вот нужно в качестве, вот есть периферийные какие-то моменты, тоже относятся к методу воспитания, но есть что-то основное. Вот вы знаете, самое основное в такой христианской педагогике, это, конечно же, любовь. Это любовь. Все остальное должно служить в любви. Все остальное. А это значит, что воспитатель, отец и мать должны быть с очень чутким сердцем в отношении к своим детям. И они должны вникать в жизнь своих детей в последних. интересоваться. Они не должны, понимаете, так вот все вот рубить с плеча. Вот увлечение же многому современного особенно ребенка. Это раньше дети, они росли с своими родителями. Имеется в виду при каком-то там ремесле своих родителей, да, занимался там отец каким-то ремеслом. Естественно, что ребенок, он занимался ремеслом со своим отцом. Или там девочка была там на кухне, там где-то еще по хозяйству. А сейчас дети, они на улице. Они ну чем они только не занимаются. То есть огромные, понимаете, огромные просторы. В этих просторах можно легко заблудиться. А так вот этот человек рос в себе. Он приобретал профессию. Он чувствовал настроение отца, он чувствовал, он, понимаете, он настолько был таким, я бы сказал, определенным, конкретным человеком. Он вырастал уже каким-то специалистом, там, скажем, что называется, молоко матери впитывал. А сейчас дети идут в такие области жизни, о которых нет четкого представления у родителей. вот скажем, родители простые, а вот там дети имеют такой склад ума, там, скажем, они хотят быть инженерами, понимаете, куда-то еще в каких-то других областях трудиться. И родители не всегда могут посоветовать, дать какие-то советы профессиональные. И они как часто определяют, ну, работа та хорошая, которая приносит прибыль, да? Говорят, ну, иди вот туда, и часто толкают еще ребенка туда, иди, потому что это как бы будет приносить прибыль. Но вот недавно буквально с молодым человеком общался, 23 года, он закончил университет, еще международная экономика, то есть как бы такая достаточно престижная, хороший вуз закончил. Ну, говорит, я уже несколько лет работаю фотографом, я ненавижу международную экономику, но я послушался своих родителей, и основным аргументом было то, что это престиж. Он говорит, ну, не хочу я быть, у меня, говорит, такая душа, я хочу вот, вот, фотохудожника. Он, понимаете, у него другие совершенно интересы. Я говорю, ну, когда они у тебя появились, когда ты захочешь в университет, нет, говорит, на протяжении всей жизни, я вот, но родители просто не хотели в упор этом замечать. И что? Конечно же, говорит, я сейчас хотел бы поступить, но, говорит, у меня уже просто нежелание, не сил, я хотел быть там оператором, там еще что-то, ну, то есть у человека такой интересный. Часто родители проецируют несостоявшиеся какие-то мечты. Не получилось это у родителей? И вот родители проецируют на своих детей. Ну, пусть дети хотя бы пройдут этим путем. И, конечно же, а дети тоже, в ней не тоже, а они не хотят, ну, как бы это не их путь, они к этому не стремятся к своей жизни. Понимаете, вот это говорит о том, что нет вот ощущений детской души. Нужно понимать, что детская душа, она другая, она не такая, как у взрослых. Но, в первую очередь, детская душа, она еще, я бы сказал, она не испорчена вот этой прагматичностью такой, знаете, вот этим таким рационализмом, практицизмом. То есть, то, что выводит человека за рамки, за рамки, вот просто ощущения жизни. Человек вот настолько вот впадает в какой-то рационализм, практицизм, что, понимаете, только деньги, деньги, деньги. А нужно понимать, что особенно современное общество, оно настолько ориентировано на деньги, на прибыль, что, оно даже вот, ну, вы сами, сами вот видите по тому, что происходит в современном обществе. поэтому мне хотелось бы отметить, хотелось бы отметить, что вот очень важно человеку научиться прислушиваться к себе. Понимаете, ну, прислушиваться к себе, это не значит прислушиваться к каким-то вот там мыслям, потому что некоторые вот люди, вот я знаю, общаюсь с людьми, они настолько прислушиваются к себе, что они пытаются вот-вот все вот эти мысли, вот они там рассказывают, делятся этими мыслями, то есть они живут, понимаете, в каком-то плавильном котле собственных мозгов. Вот, и вот это все какие-то процессы бесконечные. Нет, есть мысли, которые нужно просто отгонять. Вот есть и навязчивые мысли, это первый признак того, что это мысли не от Бога, их нужно просто отогнать молитвой. Все, не нужно. А есть мысли другие, вот, которых, которым нужно прислушаться. И вот эти мысли, они связаны в основном, когда человек вот помолился, и вот это душа в момент молитвы, после молитвы, она вот еще, если по-настоящему, как бы человек нормально молится, вот как он, насколько он может молиться там внимательно, искренне. И вот после молитвы всегда душа, она переполнена вот этой жаждой исполнить волю Божию, по-божьему поступить. И вот если будет прислушиваться душа именно вот этому, чтобы по-божьему поступить, вот это называется правильное прислушивание к себе. И затем человек, если он будет вот на протяжении ряда лет, он будет прислушиваться, он все равно придет к выводу, вот я этого хочу уже. Понимаете? То есть это даже не год, может быть несколько лет. И конечно, молодые люди это люди, которые не всегда могут обладать каким-то правильным духовным опытом, особенно перед поступлением в ВУЗ. Они настолько переполнены вот этой такой амбициозностью, вот этой страстью доказать, удивить. То есть они как-то нереалистично смотрят, как правило, на себя. Конечно, в этом смысле нужно родителям вот помочь своим своим детям и все равно как-то заметить их склонности. Именно помочь в том, чтобы эти дети смогли избрать правильный путь в своей жизни. путь в своей жизни и в своей жизни буйство природы, инстинктов. Вот. Вот понимаете, вот так вот молодые люди, вот понимаете, вот эта жажда. чужой, чужой, что-что? Чужой. Да, когда чужой, видите, как. Если бы, если бы мы чувствовали внутри себя, вот когда чужое что-то, чужеродное проникает, и что мы с такой, значит, да, с таким чувством, помните, да, отгоняли все это, конечно. да. Поэтому вот я как духовник должен, конечно, рассуждать в первую очередь. Конечно, есть, скажем, какой-то там психологический опыт, какие-то там беседы с умными людьми, прочитанные книги и так далее. Ну вот для духовника самое главное это чтобы в отношениях с людьми, вернее, чтобы между людьми есть и конфликт какой-то, чтобы они правильно выстраивали свои отношения, он теперь как-то продолжает, вот так и страсти учат нас и наших детей, а что ж вы думаете, вот. Значит, помните, как в этом писании, что значит, бес, как лев, маленький лев, понимаете, два маленьких льва, а бес, как лев, рыкает, ищет, кого поглотить. Понимаете? Да, и вот задача духовника, как Василий Великий говорит, не прекращай. Хорошо, что не любил пакет. Да, мы же не ощущаем это. Да. Василий Великий говорит, что кто не занимается воспитанием детей своих, тот хуже дедоубийцы. Представляете? А почему? Потому что не воспитание детей, это погибель для души детской. Понимаете, говорит написание, не бойтесь того, кто может тело погубить. не бойтесь, а бойтесь того, кто может душу. А тут получается, что отец и мать могут погубить душу свою, если они не занимаются воспитанием. Вот само слово воспитание, вот приставка вот эта, ну питать корень понятно, а вот приставка вос, восхождение. То есть вот это воспитание, это восхождение, понимаете, это вот питание какой-то вот такой, знаете, вот пищей, восходящей вот к небу. И вот я начал говорить о том, вот задача духовника какая-то. Задача духовника прежде всего, чтобы человек исправил, если нужно, свои отношения с Богом. Потому что все от Бога в нашей жизни. Вот как, понимаете, если, как у нас могут быть нормальные отношения с детьми, если у нас не сложились правильные отношения с Богом. Ведь мы-то должны черпать откуда вразумление, помощь благодатная от Бога. А дети тогда будут от нас. Если мы покорны Богу, покорны Его любви, то тогда и дети будут покорны нашей любви. Они будут чувствовать эту любовь. Ведь, понимаете, мы не до конца знаем о силе любви. Поэтому в основном мы используем какие-то такие радикальные средства воспитания наказывать. Иногда нам кажется, что наказывать же нужно, но наказание в переводе буквально на русский язык это научение казать. учить наказанному тебя наказанному вот дети. А у нас думаете, что наказание это обязательно там с этой с роской какой-то. Конечно, иногда Писание тоже говорит нам о том, что там нужно мальчика сечь вот, когда он лежит поперек лавки. Что если он будет вдоль, это уже будет бесполезно. Конечно, сечь это не значит, что такая постоянная то есть нужно, конечно, все это чтобы было осмысленное, а для нашего современного общества это уже опасность. В современном обществе это будет, понимаете, уже как какой-то людоедский восприниматься. Поэтому, конечно, это не правда, тут нужно тоже как бы есть такие слова в Писании. Но мы же должны понимать, насколько общество изменилось. Это же будет как сразу объяснилось. Сейчас даже есть ювенальная юстиция. Слышали, да, ювенальная юстиция? Уже принят закон. Понимаете? А что это такое? Это значит, что вообще воспитывать не нужно. Нужно, понимаете, довериться детям. Ну, как же, понимаете, довериться детям в их желании? Вот что дети хотят, то, понимаете, уже имеют право на существование. Вот. Конечно, верующим людям тяжело воспитывать, ну, как, собственно, всем другим тяжело, но нам еще тяжело вдвойне, потому что есть какое-то чувство ответственности перед Богом за воспитание, вы думаете, Господи, ну, как же так? Вот воспитать правильно, чтобы это же дитя, оно не сбило из верного пути, чтобы оно наследовало жизнь вечную, не погибло для Царства Божьего, потому что человек, понимаете, существо вечное, конечно, это непросто. Это непросто и без молитвы, без какого-то... Знаете, вот я когда говорю о молитве, я вот в данном случае не хотел бы использовать какой-то стереотип, молиться, нужно... Не, я согласен, молиться нужно, все правильно. Но, понимаете, вот все-таки вот где-то у нас должно рождаться в глубине нашей души вот ощущение, что вот молитва что-то вносит в нашу жизнь светлое, чтобы мы всегда прибегали к этому средству, как такому, знаете, вот самому вот, вот, ну, важному, понимаете, потому что у нас не всегда складывается такое правильное ощущение, что такое молитва вот лично для нас. Вот, знаете, когда мы говорим другому человеку какие-то добрые слова, вот, стараемся человека поддержать, мы как бы ощущаем вот отдачу сразу же от этого. Бог, вот, нет, человек тоже как-то, вот он радуется тому, что мы ему сказали добрые слова, и нам как-то тоже приятно сказать этому человеку еще какие-то там приятные добрые слова. И у нас что-то должно рождаться в душе, вот, от молитвы, и мы как-то должны помнить об этом, отмечать для себя это. Ведь, понимаете, человек наблюдателен бывает в мирской жизни, каким-то детальком, а вот я сказал вот то слово, а вот это слово, оно имело такой отрицательный эффект, а вот нужно было сказать вот так вот, а нужно было вот так вот себя повести, ну и так далее, и так далее. То есть мы для себя это отмечаем. А вот мы не всегда для себя отмечаем, а вот в данном случае вот мы помолились, а вот вот помолились, и какие последствия имеют для нашей жизни. Знаете, меня настолько вот поражает вот так вот из своего там какого-то скромного опыта и тех людей, кого я знаю, вот. Вот даже такой простой момент. Вот недавно буквально произошел. Вот вот этот удивительный момент. Я наблюдал, как два человека работают, два человека. Ну, работали там с камнем, бетоном. И один человек взял болгарку, очень опасный, кстати, инструмент, вот очень такой травмируемый. Люди много там в больницу попадают, там диск вылетает, осколки какие-то. Причем очень там бывают страшные последствия. Об этом говорит медицина. И вот этот человек, он берет значит, с этой болгаркой, нужно ему делать одно действие свершим. и он осеняет себе крестным знанием. Осеняет себе крестным знанием и заработает. И одномоментно, одномоментно рядом человек со всей силы ударяет доску, она трескает эта доска и летит в его голову. Вот это все я вижу, потому что это происходит, вот я как бы в спину смотрю тебя. И вот эта доска летит, но этот человек смотрит, куда она летит. А он работает с этой болгаркой, он ничего не слышит. И вот эта доска, вот она с такого маку, понимаете, она должна ему просто голову разбить. И вот она пролетает вот так вот, понимаете, вот только и тот человек, который с болгаркой работал, не заметил этого. Понимаете? А тот просто отбала челюсть. Он стоит, и вот тот перекрестился как раз, понимаете? Вот такой простой. Кто-то скажет, да нет, ну вы знаете, случайно. Вы знаете, вот верующие люди, это те люди, которые очень чутки к этому, понимаете? Они доверяют же Богу свою жизнь. И если я доверяю свою жизнь Богу, ну понятное дело, ну вот кто в данном случае меня спас? Понимаете? И вот таких вот моментиков в жизни очень-очень много. И когда у нас какие-то неудачи в воспитании детей, то конечно очень важно вот молиться. Некоторые говорят, ну вы знаете, я молюсь уже сколько, уже прошли годы, я молюсь и вот дети как вот были так и остались. Какие-то у них проблемы, какие-то там неудачи. Вот как это все объяснить? Все объяснить. Знаете, мне что хочется вам сказать сейчас на этот такой вопрос. давайте посмотрим на жизнь святых людей и мы увидим, что святые люди не все рождались святыми. Правда? Вот например, мы знаем Сергея Радонежского, святителя Николая, вот они как-то сразу, да, с молодых ногтей, с утробой матери, креститель, память которого мы совершаем. А есть люди, которые прошли страшные такие через искушение, грехами, соблазнами, они грешили, грешили, а вот в какой-то момент вот они прозвели. И после этого они изменили свою жизнь и справились. и когда узнаешь о каких-то подробностях жизни этих святых людей, то ты понимаешь, что эти за этих людей кто-то молился. И вот получается, что да, не было ответа на молитву с Радонежского. Вот не было. Но мы-то должны Богу доверять. Всякой овощи свой чат. Знаете, такое пословие? Когда-то морковка зреет, когда-то ягодка какая-то. А если все сразу, вот что с этим делать? Все святые сразу. Понимаете, нам покажут, ну это хорошо. Но был такой момент, наверное, когда были святые, вот, Адам и Георгия были святые. Больше никого в мире не было. Понимаете? И вот видимо, вот эта чистота и не было еще мудрости, не было вот этого, они не прошли никакого горнила испытаний. Они расстались, знаете, как многие расстаются с девством так легко, с чистотой своей, особенно в наше время. Не задумывались. Вот когда человек просто вот получает святость, а когда он идет к этой святости, когда он борется за это, вот, знаете, как семья, когда ты борешься за ребенка, за его жизнь, или за семью, молитвой, трудами, вот все оно другое, и другое отношение к этому все. А когда все так получается, и этого никто, ну, знаете, не ценит. нужно почувствовать каждому человеку. Вот так человек устроен. Он должен всем своим существом почувствовать и понять потом лучше. И вот когда мы проходим горнила испытаний, всевозможных страданий, вот, мы это потом ценим, мы дорожим, вот, мы понимаем, что ни в коем случае, вот, нельзя другим путем ужить. Нужно только вот этим путем идти. И кто знает, почему Господь именно вот дает человеку пережить вот те или иные страдания и жизнь во грехе страшная. Вот я не знаю, понимаете, вот, есть такая молитва блаженного Августина, нам известно, он святой человек. Прожил, конечно, он первую часть своей жизни во грехе, там, ереси всевозможные, потом, незаконно рожденный сын Атеодат, затем, там, небрачные связи. И когда он уже как бы вот, вот что-то было уже, там, рождалось в душе какое-то вот движение навстречу Богу, он уже понимал что-то, он говорит, Господи, дай мне чистоту целомудренную и сейчас. Это молитва была, понимаете. Вот как Богу реагировать на такую молитву? Понимаете, вот искренняя молитва была. Понимаете, вот души вот людей настолько все разные, но Господь-то привел его в результате. Конечно, по молитвам еще матери, вот, но ведь и в его душе тоже, понимаете, эта молитва была тоже, как, понимаете, что-то, вот. Сложно, вы понимаете, я как бы не берусь какие-то точные диагнозы там устанавливать относительно того, откуда все это берется, вот эти настроения. Вот тоже такой случай. Одна женщина вот жила, как вот жила, как обычно люди живут, потом в какой-то момент вот она в храме вот стояла, как-то случайно пришла, и вот она чувствует, как будто вот кто-то вот так вот ее дыханием своим согрел. И она поворачивается, говорит, и она буквально на какую-то секунду, не знаю, я увидел своего ангела-хранителя, я понимал, что, поняла, что это он, и он сказал, говорит, почему ты к Богу не идешь? И с этого мгновения у меня, говорит, вся жизнь изменилась. Вот я стала поститься, я стала все, и вот, и самая основная боль, которую я стала переживать, то, что, говорит, у меня не были воспитаны дети, Боги. То есть, я прожила вроде как счастливую жизнь там по таким мерзким меркам, но, говорит, самая основная боль, это мои дети, я не смогла воспитать детей. Она там еще рассказывала о своей жизни, вот, как она привела к Богу своего мужа, и, знаете, меня тоже поразило, ну, как верующая женщина, она там стремится уединиться, где-то там помолиться, вот, а он, говорит, иди телевизор со мной смотреть. Ну, говорит, я понимаю, что я хочу вроде как с Богом тут побыть, он, говорит, я иду, я смотрю этот телевизор с ним, ну, конечно, думая о своем, потом, я, говорит, уже приготовила все, поставила на стол и ушла там, говорит, на, как бы, немножко там что-то вот так как бы побыть собой, вот, говорит, почему ты не сидишь со мной, а ну, говорит, сиди со мной, мне скучно. Говорит, я иду, сижу. И, таким образом, молчаливым образом говорит, я привела его. Вот, вернее сказать, не я привела, а просто он пришел к Богу. То есть, я, никогда не противоречиваю, говорит, слушалась, что он говорит, 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 слушаю. И, говорит, он через год мне сказал, давай, отвечаемся. И вот, как бы, вот, жили они потом счастливы, только вот эта боль была. Я не знаю, чем там закончилась история с детьми, они уже взрослые были, пришли они к Богу, нет. Ну вот, что касается родителей, мужа и жены. А если бы муж попросил, чтобы она выпила с ним? Чтобы она выпила с ним? Да. Вы знаете, я думаю, что все зависит от того, понимаете, что значит выпила. Конечно, если он пришел уже по дату, понимаете, идут, вот выпей там со мной. Понимаете, какой-то уже, ну, всегда можно как-то мудро поступить. Это же тоже какая-то специфика. Где-то сесть вначале с ним, там где-то чуть-чуть может быть, понимаете. Но тоже как бы нельзя вступать в какое-то, понимаете, противоречие такое. Потому что, ну, как человек, он, понимаете, он грешный, он сразу у него реакция, понимаете. У него реакция. Ну, пить не вместе? Не, ну зачем пить вместе? Я же объяснил, понимаете. Ну, ну, как бы, как вам объяснить? Ну, понимаете, ну вот, да. Да, совершенно, ну, вот как дипломаты, понимаете. Ну, то есть, отчасти, 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 отчасти. Ну, вы знаете, давайте вот пока не будем об этом говорить, потому что, ну, это, знаете, это уже какие-то такие вот... Это частные случаи. Да, очень частные случаи. Но в любом случае, понимаете, вот всегда агрессия, она порождает агрессию. Вот какой-то вот такой, знаете, вот... А вот, знаете, даже когда бывают такие скандальные люди. И если вот он хочет поскандалить, и ты сразу же вот занимаешь такую же позицию агрессивную, как он, ну, все, мы даем ему повод. Вот, хорошо, он потирает руки уже. Все, понимаете, это моя стихия. А тут человек начинает спокойно говорить, ему что-то объяснять спокойно. И он останавливается, понимаете, он не знает, как ему дальше поступать, что ему дальше делать. То есть, это для него непривычная ситуация. И он тогда начинает прислушиваться к этому человеку, спокойному, уравновешенному человеку. Знаете, я думаю вот еще на чем. Вот есть такое понятие силы. Вот сила, она в основном связана с какой-то, понимаете, агрессией, там, злобой, такой вот... Ну, какими-то такими вот негативными, скорее, вот состояниями, да? Вот то, что негативное, вот оно сильное. Вот почему молодежь там увлекается сатанизмом, потому что, ну, вот сатана же, понимаете, такой вот крутой. А все то, что связано с Богом, я вам скажу, такие слова, они поражают. Я переживаю глубоко эти слова. Я не совсем, может быть, их понимаю, эти слова, но вот они меня поражают. Антоний Сурожский сказал, что Церковь должна быть бессильной, такой же бессильной, как Господь, как Христос. Бессильной. И, понимаете, все ошибки на протяжении всей истории Церкви как раз были в агрессивном миссионерстве, где Церковь опиралась на меч, на власть имущих. Когда стали появляться православные императоры и так далее. Вот первая реакция на православных императоров, вообще легализацию православия, была негативна в Церкви. Православные христиане стали бежать в пустыню. Это период египетских подвижников, 4 век. Это век, когда вот реакция была негативной на легализацию православия в государстве. Негативно. Потому что, ну что такое власть? Власть, она любого растет, понимаете? Как блудница. Вот представьте, вот я могу властвовать. Я могу покорять. Вот даже самый сильный человек, он соблазнится. Для него это нелегко, это очень тяжелый кресло. Но кто-то может благородно, вот как бы, властью пользоваться как даром служения, возможностью служить, как Христос. Помните, он имел власть, но как он использовал эту власть? Служа. Помните, он умыл ноги своим ученикам. Вот эта власть служения, это власть любви. И вот если мы смотрим на всю эту историю нашей церкви, и мы видим, как мало осталось в церкви, современной церкви от Евангелия. Вот посмотрим в Евангелие, посмотрим в жизнь нашей церкви. Многое, вы знаете, настолько, вот то, что мы имеем сейчас в церкви. Знаете, я не то, что как бы пытаюсь смотреть каким-то вот взглядом, таким, знаете, реформатором нашей церкви. Я просто хочу сказать, что это хорошо, но оно, понимаете, второстепенно. И вот то, что второстепенно, оно почему-то заняло место главного. А вот самое главное в церкви, это, прежде всего, вот любовь, это, вот это такое, знаете, христово бессилие. Вот как он, понимаете, сотворил мир. Он, понимаете, одним дуновением может изничтожить этот мир Бог, потому что все это его творение. Но он бессильно висит на кресте. И он никому ничего не доказывает, когда его просят, докажи. Если ты Сын Божий, сойди со креста. И мы тогда уверуем. Он не явился с доказательством уже по воскресении, Пилату, первосвященнику. Он явился только тем, кто его любил, никого. Вот там, где была атмосфера любви, к ученикам явился. И вот, понимаете, вот человек, когда говорит о силе, то он, а вот нужно же быть сильным, авторитетным, мы же говорили, отцом, матерью. Мы думаем, ну, авторитетным это значит, вот, нет, конечно, нужно иногда, так сказать, буйство страсти, как вот это тоже, которое во дворе было, как-то остановить, как Дмитрий пошел и изгнал это буйство страсти со двора. Но это должно быть, понимаете, опять-таки, изгонять, понимаете, и наказывать. Это не просто взять, понимаете, выйти сейчас, вот они там дерутся, и взять кирпич, понимаете, и вот это все остановить таким образом. Ну, просто вот прогнать, вот, немножко, так сказать, вот это остудить вот этот буйство. И вот мне думается, что вот нам не хватает терпения для того, чтобы так вот воспитывать, в каком-то бессилии воспитывать, бессилии и в надежде на то, что отец, он все, он поставит точку. Вот поставит точку. И поэтому, да, вы знаете, но опять-таки, вот есть еще такой момент очень важный, когда бывает вот такое, да, вот отцы говорят, что вот качество смирения, качество любви – это юмор. Вот вы знаете, если мы будем воспринимать, будем, понимаете, тоже вот с таким каким-то львиным настроением в эту гущу бросаться, то это уже будет третьим, понимаете. Там двое, это уже будет третьим. Это, соответственно, этот огонь, пламя, страсть увеличивается. Это уже война. А если, понимаете, мы как-то с юмором спокойно вот сможем внести вот какие-то вот моментики, вот, и как-то человек тоже подумает, да что же я тогда, собственно, делаю? Понимаете? И поэтому иногда вот какие-то увлечения, такие нехорошие, порочные увлечения молодежи, не то, что там, так, знаете, сверху вниз, а вот как-то перевести в другую плоскость, понимаете. Там, где вот снять вот это напряжение, конфликта отцов и детей. Вот этот, как мы уже говорили, метод отстроченной беседы, вот. И все, понимаете, на какие-то вещи не нужно стремиться сразу же вот реагировать всей своей эмоцией. Поспокойно. Поэтому Серафим Саровский говорит, что цель христианской жизни – стяжать дух в мире. Вот это состояние мирности, спокойствия, вот его нужно и в душу приобрести, говорит, вокруг тебя тысячи способствий. Вот, понимаете, если оно появится внутри нас, то тогда мы будем этот покой и мир распространять и на других людей. А когда вот эта уже озадаченность какая-то, вот, понимаете, все это внутри нас бурлит, ну, мы тоже сам их не переносим. И поэтому людям тяжело общаться всегда. Вот они хотят выйти с этого, понимаете, состояния. Вот, какой-то напряженности. Особенно современный человек вообще хочет всегда расслабляться на безвес. Ну, я, конечно, вот то, о чем говорил сегодня, как бы так очень сумбурно в связи с тем, что, как бы я вообще просто хотел сказать о семье, там, может быть, о воспитании слишком много. Вот, если бы это была какая-то первая там лекция, чего-то, мы более подробно поговорили там о каких-то возрастах, о чем мы будем, собственно, и говорить в свое время. Ну, сейчас это такая, скажем, скорее, может быть, водная она получилась, эта лекция. Вот, но в любом случае, я хочу, чтобы закончилась именно наша беседа. У вас какие-то вопросы, пожалуйста, можете задать. Вот, на том, что всегда нужно заниматься таким, знаете, самовоспитанием. Самовоспитанием. Вот каждый должен постоянно воспитывать. Особенно там, где происходит размыкание системы. Вот у человека есть вот какая-то системность в его жизни, какое-то представление. И вот в какой-то момент бывают нестандартные ситуации, так раз и разомкнулась система. А что дальше делать? И вот всегда, понимаете, если человек достаточно так, знаете, спокойно настроен, и где-то даже с юмором подошили к себе, то он как-то так, знаете, спокойно, да, ну, ничего, все там с Божьей помощью потом как-то. Понимаете? Не нужно переводить в какую-то плоскость, в какой-то трагедии, понимаете? А потом это закончится, заканчивается трагикомедия какая-то. Все, понимаете? Вот нужно... Вот это просто процесс роста. Человек растет, вот, где-то ему свойственно ошибаться, Господи, прости, и дальше двигаться. Дальше двигаться спокойно, без... Потому что иногда настолько вот общаешься, ой, я там такой вот, у меня все плохо, я там грешный, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, человек постоянно перемалывает, понимаете, в душе своей, что все вот плохо. И, конечно, этот человек для общества он вообще не выносит. Особенно, когда там эта жена, понимаете, муж на ней вообще, понимаете, для него это... Что с женой происходит? Вот там он начинает винить церковь, Бога. Да, есть проблемы, есть трагедии. Но все эти трагедии, все эти проблемы, мы должны просто решать их. Мы не должны погружаться, понимаете, как в навоз в эту трагедию. Вот есть трагедия, есть проблемы, то решать их. С каким-то христианским таким, понимаете, энтузиазмом, переполненным надеждой, доверим Богу. Вот. Помните, как отец, значит, египетский кустыник, когда подошел к нему, значит, его, значит, ученик и говорит, отче, я пал. Он говорит, ну, тогда встань, если ты пал. Потом через какое-то время я опять, я пал. Ну, что так? Опять встань. А сколько, говорит, нужно вот встать? Говорит, сколько будешь плачать, вставай. Самое главное, чтобы мы, понимаете, вставали, чтобы мы шли навстречу Богу, понимаете, ну, аж слабости. Это у каждого, у одного воспитание какое-то не такое, у другого там силы немощные, там еще у каждого, понимаете, какой-то набор таких проблем есть в жизни. Это нелегко преодолеть все. Но самое главное, чтобы мы преодолевали, не умевали, не отчаивались только на Бога, на Христа, Его не теряли из виду. Если мы будем так жить, то тогда, понимаете, мы сможем и детей в таком же духе воспитать. А так, понимаете, они где-то упали, они уже хнычут, все, уже не знают, что дальше жить. Они помнят, как родители поступают. Пали, встали, дальше, жизнь продолжается. Покаялись, нужно попросить прощения, попросили прощения, и дальше, дальше. Это как в бою. Ой, я пал, значит, где-то там что-то там зацепился, и он будет хныкать, понимаете. Война-то продолжается, что нужно идти в бой. Что ты хнычешь? А ну давай вперед. Вот, понимаете, вот жизнь продолжается. Нужно бороться. Поэтому, помните, когда Господь явился Антонио Великому, когда он тоже, его всякие там были испытания, тяжелые, брань духовная, нападения, все это, понимаете, и уже как бы все истощили силы, а там очень, как бы были трудные такие поединки с нечистой силой Антонио Великого. И в какой-то момент он взмолился, Господи, вот где ты, Антоний Великий? И тут вот является Господь, вот вся эта нечисть, вот эти бесы, расступаются, тьма. Говорит, Антоний, я всегда был с нами. Вот в доме действительно я всегда был. Значит, он всегда с нами. Но говорит, я смотрел, как ты борешься. Вы понимаете, ну если родитель будет постоянно ходить с подушкой за своим ребенком, ну чему он научится? Ведь мы должны приучить, научить детей жить самостоятельно, отвечать за свои поступки. И Бог тоже хочет научить нас этого. Отвечать за свои поступки. Вот это авторитетные родители. Они сами смелые, такими же воспитывают они своих детей. Смелыми, благородными, великодушными, сильными людьми. И сильными именно в этой правде Божьей. Какие вопросы у вас? Вопросы какие у вас? Есть у вас вопросы? Спасибо за лекцию. Спасибо, Господи. Ну что ж, Петр и Феврония, небесные покровители семьи, они они именно в правде Божьей, в правде Божьей жили и остались до конца верны именно правде Божьей. Поэтому и мы должны вычленить самое главное, что такое правда Божьей. Правда Божья, она всегда в любви, в своем бессилии. Я вот просто рекомендую вам поразмышлять над бессилием христианства. Над бессилием не в том смысле, что мы там бессильны какие-то должны, как мы крестный ход совершаем по городу. Нет. Там мы должны совершать торжественно, когда выходим в люди. Потому что мы несем радость веры. А не идти, понимаете, Иисусову молитву ныть. Понимаете? Стыдно становится, понимаете. Вышли ныть. Нет, повторите это перед ним. Вот. Поэтому вот православие – это не вера нытиков. Это вера радости. И для этого мы должны помнить, как называется главная книжка, которую мы должны все читать. Радостная весть, евангельская весть. А не нытье постоянное. Потому что оно так отвратительное, это нытье. Поплакать за Богу можно, конечно. Как дитя может плакать перед своим родителем, которому доверяют, которому они любят. Спасибо, Господи.